Безусловно бурные события предшествующих недель отложили свой след, наложили отпечаток на то, чем теперь занимается Хабиров, в том числе на оперативных совещаниях. Практически все вступительное слово, которое теперь занимает половину совещания, Хабиров посвятил тому, как он планирует выбираться из той ямы, в которую сам же себя изогнал в связи с событиями в Баймаке. Во первых строках своего вступительного слова Хабиров рассказал о встрече с Глазом, главными редакторами средств массовой информации Башкортостана. Встреча эта случилась в Доме печати, который оказался, в свою очередь, в ужасающем техническом состоянии, и в очередной раз Хабиров принял решение о реконструкции Дома печати. Ну, впервые об этом заговорили, и хлопотать еще начал Мурзагулов, тот самый инагент, проклятый на всем пространстве православного мира. Но в том 2019 году дело ограничилось отторжением части территории, прилегающей к Дому печати, и пропажей части дорогостоящего оборудования. Еще в 2019 году инагент Мурзагулов расставлял своих людей на ключевые позиции в области СМИ и печати Башкортостана, и протолкнул на место генерального директора издательского дома Башкортостан Расула Сафаргалеева. Любопытно, вот теперь вопрос в связи с этим, как теперь будет взаимодействовать с этим Сафаргалеевым Хабиров, которому придется выделить крупные суммы денег на реконструкцию Дома печати. Ну, после предательства господину Мурзагулову, все люди, им расставленные на ключевые позиции, естественно, попали под подозрение. Доверяет ли Сафаргалееву Хабиров распоряжаться существенными денежными средствами на реконструкцию? И, в свою очередь, вопрос, не уйдет ли определенный процент в Испанию и на агенту Мурзагулову, как говорится, по старой памяти. Но важнее другое. Важнее то, что Хабиров наконец-то осознал важность средств массовых информаций, даже таких ничтожных и убогих, как у нас здесь в Башкирии. И вот пришлось ему идти на поклон главным редакторам этих СМИ, которых, собственно, не особенно он раньше замечал, ограничиваясь вниманием обожаемой Прочаковской, которая теперь томится в застенках кровавого режима. В общем, конечно, пришлось ради Фаридовичу пойти поклониться, поговорить по душам, выяснить проблемы, похлопать по плечам и даже пообещать отреконструировать вот этот самый несчастный Дом Печати. Далее Хабиров перешел к своим успехам на международном поприще, ну и, понятное дело, речь зашла про Казахстан. Казахстан наш, как он выразился, теперь ключевой партнер, и мы переходим от простой торговли, глубокой интеграции, заявил Ради Фаридович. Встреча с премьер-министром и даже президентом республики Казахстан чрезвычайно окрылило Хабирова. Правда, господин Такаев, президент Казахстана, выглядел, конечно, несколько растерянным в компании Хабирова. Видимо, он так до конца не понял, что это за губернаторы понаехали тут с ним ручкаться, но из вежливости, значит, произносил много приятных слов, говоря о том, что Башкортостан близок к Казахстану как территориально, так и духовно, и языковая сфера очень близко и так далее, и так далее. Хабиров, конечно же, пригласил Такаева в Уфу. Ну, тут ставят вопрос, не нарушается ли здесь политическая субординация, все-таки Такаев, президент отдельный и не самый последний в мире страны, и положено с ним общаться президенту нашей страны. Ну, тут Хабиров, как обычно, забежал впереди паровоза. Также Радий Фаридович сообщил, что в сентябре, внимание, в сентябре он намерен посетить в республике Казахстан всемирные игры кочевников. Не знаю, что это такое, но, видимо, какая-то такая-такая Олимпиада. Главное то, что, видимо, Хабиров забыл, что в сентябре 2024 года у него вообще-то выборы. Причем выборы на пост главы. Ну, либо тут действительно какая-то тотальная забывчивость, либо Хабиров уже не сомневается в том, что Путин оставит его в кресле главы республики Башкортостан. Ну, в таком случае народ Башкирии, похоже, уже совсем уже в расчет не принимают. Попутно, упоминая Казахстан, Хабиров потребовал от министра туризма, господина Авзалова, который тоже неровен час загремит куда-нибудь за решетку, отправлять не менее 700 башкирских пенсионеров регулярно в Казахстан по линии проекта «Башкирское долголетие». Ну, не дай бог, речь шла о Северном Казахстане. Вот сейчас там не особенно уютно, и туризмом там особенно не пахнет. Радий Фаритович рассказал нам, что 26 января, прямо перед вот этим вот митингом «Последние надежды», он встретился с писательским сообществом. Хабиров, ну, человек не очень читающий, судя по его речам, потому что мы ни разу не слышали ни цитат, ни каких-то отсылок к каким-то литературным произведениям. Хабиров, в общем-то, вряд ли человек, берущий в руки книги, но тем не менее вынужден был кинуться в ноги еще и пишущие братья республики, потому что, видимо, уж так вот сильно его обеспокоило общественное мнение. Радий Фаритович заявил, что, цитирую, «писатели отражают состояние общества и умов». О, как, глубокомысленно. Он был восхищен даже тем, что вот на этой встрече в колонном зале Министерства сельского хозяйства была даже критика в его адрес. Он прямо так с восхищением сказал, «Вы знаете, меня даже критиковали, ну, надо же, какое чудо». Но, как говорится, надо прислушиваться. «Они, – сказал Хабиров, – писатели, – очень хотят общаться с людьми». Ну, собственно, а кто им не дает общаться с людьми? Непонятно вообще, о чем они там на самом деле говорили. Но дальше Хабиров продолжил, цитируя, «Писатели республики хотят вернуться обратно к системе союза писателей, ну, видимо, вот этой вот советской системе. Собственно, наверное, они хотят и спецраспределители, пайки, писательские дачи, вот это все, да, Переделкино и так далее. Уф, но не знаю, что за писателей там собрал Хабиров, но он заявил, что уже сразу там, в этом самом колонном зале Министерства сельского хозяйства, он сделал писателям госзаказ на освещение СВО. Госзаказ этот будет финансироваться через гранты, которые, понятное дело, достанутся тем самым, извините, беру в кавычки, писателям, которые опишут все исключительно так, как хотелось бы видеть власти, а не как, например, Виктор Астафьев. Ну, тут же выбежала, как говорится, вперед Зухра Буракаева, широко известная в узких кругах писательница, и вот на этой встрече заявила, что по ее глубокому убеждению, писатель, который кормится от груди государства, просто обязан вот это самое государство прославлять и писать только приятные вещи для этого государства. Вот такую вот глубокую мысль высказала писатель Буракаева. В целом, конечно, понятно чувство вот этих оголодавших, мало на что способных людей, но много чего желающих и много о чем мечтающих, я имею в виду башкирских писателей. Конечно же, на эту встречу не был приглашен Игорь Савельев, которого, ну, я считаю, что это единственный, более или менее писатель вообще-то в Башкирии. Но, кстати, о писателях. В тот день, когда Хабиров собрал вот этих самых, беру опять слово в кавычки, писателей в колонном зале Министерства сельского хозяйства, немалоизвестный писатель, иноагент Мурзагулов, анонсировал написание своего очередного опуса из серии «Баба и всея Руси». Третья книга Мурзагунова будет целиком и полностью посвящена опыту работы иноагента с Радим Хабировым. Ну, тут уж, как говорится, воистину будет бестселлер, невзирая на художественные свойства текста, с которым у Мурзагунова, конечно, большие проблемы. Тем не менее, с нетерпением будем ждать электронную версию бытоописания Белого дома и того, что там, значит, претерпел Мурзагулов, посмотрим, что получится. Наверное, с большим интересом мы почитаем опыту Мурзагунова, чем все эти писульки Буракаевой. Ну и, конечно же, конечно же, во вступительном слове Хабирова было место описанию того, что случилось на митинге «Последней надежды». 26 января Хабиров собрал, согнал, свез бюджетников на площадь перед телецентром и там, значит, они продемонстрировали некое единение вокруг главы региона. Описывая то, что случилось на этом митинге, Хабиров сказал, что первое – единение необходимо демонстрировать. Вот такой у него тезис возник. В связи с чем есть два вопроса – кто должен демонстрировать и кому демонстрировать. Безусловно, это единение было адресовано Кремлю, чтобы показать, смотрите, смотрите, как меня все-таки любит народ. Ну, окей. Далее Хабиров сообщил, что работать надо со всеми, в том числе с несогласными. Надо переходить к действиям, заявил Радий Фаридович, встречаться с людьми. Проблем много. Надо рассказывать о том, что мы делаем. Ну, тут, как говорится, вот все время сквозит вопрос. А где вы были пять лет, Радий Фаридович? Где было вот это ваше решение проблем, общение с людьми и так далее, и так далее, протягивание вот этих вот дрожащих ручек несогласным и так далее, и так далее? Ну, где это было пять лет? Вот пять лет этого высокомерия, чванства, наглости, хамства, неприкрытого воровства, вот того, что вы нам демонстрировали вместе с вашей командой. И вдруг, значит, вы дрожащие ручки тянете к горлу несогласных и просите, значит, с вами единиться, потому что где-то там что-то припекло. Ну, не очень здорово получается. Далее Хабиров сообщил, что важнейшая проблема, оказывается, это экология. Ну, и опять, 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 уже в который раз Хабиров заявил о том, что он решил проверить, как же там выдаются эти самые лицензии на разработку полезных ископаемых. А позвольте, Ранть Фаридович, вот раньше вы туда Барданова отправили, значит, этими лицензиями ведать, потом Абдрахманова отправили туда лицензиями ведать. Кого еще вы туда отправите лицензиями ведать, чтобы оттуда вам прилетала обратно вот эта вот народная любовь, которую вам продемонстрировали в Баймаке? Ну, тут точно вот что-то надо делать в этой консерватории, потому что, ну, явно там что-то не так. Но Хабиров не унимался. Описывая свои ощущения и результаты этого митинга, он заявил, что в небесах летать больше не нужно. Главам муниципалитетам нужно выйти к людям и начинать их слушать. О как! Ну, и даже умудрился Хабиров подвести некие итоги, хотя после 26 января прошло совсем немного времени. Хабиров заявил, что его призыв созидать вместе нашел отклик в душах людей, и люди уже к нему обращаются. Правда, он не сообщил, о чем они обращаются. Ну, может быть, пора уже начинать строить какие-нибудь центры созидания Башкортостана. Дарю идею, Ради Фаридович. Можно будет освоить 2-3, а то и 5 миллиардиков бюджетных средств, поставить и какие-нибудь красивые стеклянные избушки, назовете их там не визит-центрами, а центр созидания Башкортостана. И любой желающий может туда зайти и как-нибудь виртуально посозидать чего-нибудь вместе с вами. Дальше Хабиров перешел к важным вопросам. Вот прямо там, 26 января, прямо на митинге перед бюджетниками, его посетила мысль, что каких-то глубинных национальных проблем в Башкортостане нет. Вот так заявил Хабиров. Но людей волнует сохранение культуры и языков. Дальше Хабиров сообщил, что он в ближайшее время требует встречи с Курултаем Башкир, собором русских, сообществом Чуваший, Марийцев и даже, как он выразился, удмуртцев. Вот так вот удмуртов назвал Ради Фаридович. Ну ладно, я надеюсь, что ни удмурты, ни удмуртцы не обиделись на главу нашего региона. Но похоже, что Хабиров подсознательно начинает понимать, что система взаимодействия с обществом, с населением республики была выстроена из рук вон плохо. Если она вообще была выстроена. Он начинает понимать, что под руководством вот этих самых верных у него ничего хорошего не получится. Потому что то, как была устроена внутренняя политика в республике Башкортостан до сего момента уже дальше не работает. И вот он собирается встречаться с этими союзами русских, башкир, нерусских и даже удмуртцев. Но Ради Фаридович не понимает, что все эти союзы, все эти курултай, все вот эти вот хуралы и хуралы, они в общем-то составлены, уже давно составлены из людей, которые никакого отношения к взаимодействию с национальными сообществами не имеют. Все эти союзы и советы старейшин и уважаемых людей, это вот так вот получилось, такая вот получается генеалогия, что они уже вот давно искусственно создаются из людей верных. А взаимодействовать нужно Ради Фаридович уже с другими. Боюсь, что мало что получится из этих вот контактов, ну кроме каких-то информационных поводов. Хабиров встретился с башкирами, Хабиров встретился с русскими, с татарами, с удмуртцами. Вай-вай-вэй. Но на выходе взаимодействия с национальными сообществами не получится. Равно как не получилось у него и взаимодействия с писательским сообществом. Если разговаривать с Зухрой Буракаевой, это не значит, что разговаривать с писателями Башкортостана. Или если ты сидишь и болтаешь с Шамирем Валеевым за столом, это не значит, что ты понимаешь и взаимодействуешь с журналистами Республики Башкортостан и со СМИ Республики Башкортостан. В общем, тут Хабирова, конечно, ждет неприятная засада. И если он вовремя это не поймет, то, конечно, у него ничего не получится. В конечном итоге. Далее, продолжая свое бесконечное вступление к оперативному совещанию, если вы не забыли, мы сегодня говорим об этом. Хабиров рассказал о том, что он предпринял очередную попытку оказаться в непосредственной близости от тела Владимира Путина. 28 января Хабиров зачем-то ринулся в Санкт-Петербург принимать участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 80-летию окончательной снятия блокады Ленинграда. Ну, Путин в этом мероприятии принимает участие традиционно ежегодно. Он сам питерский, и потому для него это, видимо, имеет какое-то значение. С Путиным Хабирову, конечно же, в Петербурге встретиться не получилось, и приблизиться к нему хоть сколько-нибудь всерьез тоже не вышло. Но зато Хабиров там сходил, возложил цветы и рассказывал захлеб, как это важно, значимо, и какое впечатление на него произвели все эти Пискаревские кладбища. Ну, собственно, уже последние месяцы есть целая цепочка попыток Хабирова пробиться к Путину. Помните его неудачный ваяж в Казахстан, когда он пытался туда на машине аж проехать, чтобы с Путиным пересечься, и его вернули по дороге обратно в Уфу. Он притворился больным ковидом на один день и потом чудесным образом выздоровел. Было еще несколько попыток как-то с Путиным повзаимодействовать. Была легенда о том, что Путин, значит, чуть ли не лично будет открывать какие-то медицинские учреждения в Уфе. Ничего этого не получилось. И мы все-таки утверждаемся в своем предположении о том, что Хабиров очень четко изолирован от контактов с главой государства российского. Что это означает, мы узнаем в ближайшее время. Ну, и завершил Хабиров свое бесконечное вступление к оперативному совещанию, конечно же, фанфарами и победами, сообщив, что завершено строительство университетского кампуса и, как он выразился, это лучшее, что есть в высшей школе Республики Башкортостан. Первого или второго февраля он планирует провести торжественное открытие. Он заявил, что ему не верилось, что он сможет вытянуть вот это все, но был совершен настоящий трудовой подвиг и так далее, и так далее. Кстати говоря, я думаю, что торжественных открытий кампуса будет несколько. Я думаю, что подвернется случай какому-нибудь федеральному чиновнику вновь и вновь показать этот кампус. Вновь и вновь будут щелкать ножницы, разрезая вот эти ленточки. И открытий, как у завода Амкадор, у этого кампуса впереди еще много и много. Январь завершается, и первый месяц 2024 года был удивительно бурным и многообразным, богатым на события, на мысли, на реакции. И для нашего канала в том числе. Удивительное количество посетителей. Наш канал преодолел планку в полтора миллиона посещений за месяц. Это очень много. Уникальная аудитория нашего канала в этом месяце составила более чем 450 тысяч человек. Это уникальных зрителей и посетителей. То есть это больше 10% населения республики Башкортостан. Как минимум трижды посмотрели наш канал в этот месяц. Мы очень благодарны тем, кто помогает нашему каналу существовать. На самом деле эти люди не только помогают каналу существовать, но еще и помогают другим его видеть. Потому что количество тех, кто помогает нашему каналу материально, оно на самом деле невелико. И мы отдельно благодарны тем, кто это делает. Потому что они на самом деле предоставляют возможность увидеть и услышать то, что мы делаем многим-многим другим жителям республики. Так что не стесняйтесь, помогайте нашему каналу. Сделать это можно единственным возможным способом через тот расчетный счет, который мы публикуем на экране. И который мы публикуем под каждым нашим видео в описании. Огромное вам спасибо. Пришлось перейти к делам житейским, поговорить о ЖКХ, о дорогах. Ирина Александровна Голованова сообщила, что у нее на минувшей неделе случилось 3 крупных аварии и 34 технических инцидента. Тех самых технических инцидента, которые теперь у нас не аварии, а вот именно так они называются. Впрочем, эти технические инциденты охватили аж 107 многоквартирных домов. Согласитесь, немало. Хабиров выслушал Голованову и напомнил о том, что надвигается на нас февраль. Февраль традиционно снежный месяц. Город заметет. И Хабиров сообщил, что Мавлиева ждет тяжелое испытание в виде вот этого снега. Тут, конечно, оговорка по Фрейду. Тяжелое испытание ждет всех нас. Около жилищного комплекса «Аристократ», где проживает Ратмир Мавлиев и около его места работы на проспекте Октября, где расположена мэрия, там очищен снег всегда прекрасно. Никаких испытаний Ратмир Мавлиева не ожидают. Ну, разве что он опять пойдет встречаться в лес с оленями и там увязнет по шею в снегу. А вот нам, жителям Башкирии, конечно, предстоят тяжелые моменты, потому что, судя по всему, дворы чистить никто не собирается. Вторичные и второстепенные проезды никто чистить не собирается. Дай бог, чтобы чистили проспект Октября и улицу Ленина. Это все, на что способен наш юный мэр. Я думаю, что он в этом году побьет рекорды по производительности своих снегоплавильных заводов, равно как и побьются рекорды нормы прибыли, которые принесут эти заводы их владельцам. Далее перешли к заслушиванию ситуации на дорогах. Александр Владимирович Калибанов сообщил, что количество ДТП в текущем году пока еще не превышает количество ДТП за тот же период 2023 года. Это же, можно сказать, и о количестве пострадавших, но количество погибших превысило прошлогодний показатель. И, судя по тому, что ситуация на дороге и на дорогах Башкирии у нас, в общем-то, складывается не по воле Александра Владимировича, а по воле Божьей. И, соответственно, тут, как говорится, как повезет. И вот пока Александру Владимировичу не везет на пять погибших в Башкирии больше, чем за тот же период 2023 года. Будем эту ситуацию наблюдать, смотреть и не будем злорадствовать, но, тем не менее, я абсолютно четко констатирую, что вот эти все успехи по снижению погибших на дорогах Башкортостана не более чем случайность в прошлом году. Но случайности, как известно, это суть закономерности. Соответственно, в этом году может и не повезти. Заслушали доклад министра строительства господина Сидоркина об итогах усилий Республики Башкортостан по обеспечению жильем детей-сирот в 2023 году. Напомню, что по закону Российской Федерации и довольно давно уже принятому закону, дети-сироты должны быть обеспечены государством каким-то минимальным жильем по достижении 18-летнего возраста. Ну, так вот гуманно устроен российский закон. Сидоркин сообщил, что в Республике Башкортостан до данный момент почти 8 тысяч человек имеют право на получение жилья как дети-сироты. То есть, из этого доклада мы узнали, что в Башкирии у нас официально 8 тысяч детей-сирот. Вот, причем 5 тысяч 88 человек это право уже обрели, то есть они достигли 18 лет. Судя по уклончивым формулировкам Сидоркина, эти 5 тысяч 88 человек жилья пока не имеют. Они там у него стоят в этой самой очереди. Не сумев обеспечить сирот квартирами в натуральном виде, государство решило теперь делать некие выплаты. Ну, естественно, определив размер этих выплат так, что на них почему-то нельзя купить просто жилье. Ну, иначе бы, с другой стороны, зачем бы государству было так делать? Покупали бы и покупали. Вот решили выплачивать это примерно как компенсацию дольщикам. То есть, понятное дело, что дольщики теперь не купят по прошествии долгих лет ожидания на эти деньги квартиру. Ну, вот вам выплата. То же самое примерно происходит с детьми-сиротами. То есть, им теперь решено не давать квартиры, а можно получить деньгами. Это речь идет о так называемых жилищных сертификатах. Причем, выдают их не всем, кто достиг 18 лет, а там еще есть куча всяких условий. Во-первых, он должен быть старше 23 лет, он должен иметь работу не менее, чем уже 6 месяцев подряд, но еще и не состоять на учете в наркодиспансере. Ну, то есть, видимо, чтобы не пропить, не прогулять эти деньги. В 2023 году, по словам Владислава Анатольевича, в Башкирии вот эти сертификаты удалось всучить только 80 детям-сиротам. И выплата составила около 3 миллионов 200 тысяч рублей. Ну, то есть, по моим подсчетам, этой суммы хватает, ну, еле-еле на какую-нибудь жилплощадь, там, примерно 22-25 квадратных метров в зависимости от месторасположения этого жилья. Всего же, по докладу господина Сидоркина, за 23-й год жильем было обеспечено 890 детей-сирот. Ну, то есть, примерно 18% нуждающихся и имеющих на это право. Тем не менее, господин Сидоркин с оптимизмом заявил о том, что разработана некая программа ликвидации задолженности по обеспечению детей-сирот жильем, и программа эта будет действовать аж до 2030 года. И, вот, согласно этой программе, в 2030 году господин Сидоркин планирует обеспечить жильем 4950 человек. Ну, а оставшиеся 3000, кому положено это жилье, плюс добавьте туда, кто к этому времени за ближайшие 6 лет обретет это право, с ними непонятно, что будет происходить, но, видимо, Сидоркин либо его последователь создадут программу ликвидации задолженности по задолженности по задолженности. Ну, в общем, конца края, видимо, этому процессу не будет. В 2024 году господин Сидоркин планирует освоить на этой теме 2 миллиарда 670 миллионов рублей, которые выделены на решение проблемы жилья для детей-сирот. Это примерно 25 тысяч квадратных метров жилья. Согласитесь, жирный пирог. И распоряжаться покупкой жилья на эти деньги будет господин Сидоркин. Если тупо купить по текущим ценам квартиры, да еще и со скидочкой, то можно купить примерно 1000 однокомнатных квартир. Если хорошенько поторговаться, у нас сейчас очень затоварен рынок недвижимости. Примерно 1000 однушек можно будет купить на вот эти деньги. Ну, учитывая, что, например, в Комертау, в Бельбее, в Стеритамаке квартиры существенно дешевле, чем в Уфе. Однако господин Сидоркин нам рапортовал о том, что он планирует купить 749 помещений для выдачи детям-сиротам. Согласитесь, немножко тревожно. Ну, что стоит отметить, что именно махинация с муниципальным заказом на жилье для детей-сирот – это излюбленная разновидность преступлений чиновников из команды Хэ в последние годы. Уже есть и приговоры, есть и уволенные главы администрации, но это прямо какая-то стандартная махинация. То есть, где-то глава района начинает крутить, вертеть, схематозить с каким-нибудь местным, очень улыбчивым застройщиком. Они строят из кизяка и веток какое-то жилье, непригодное к проживанию. Актируют, что оно пригодно, выдают его насильно этим детям-сиротам, делят все, что осталось от этого финансового пирога. Потом прокуратура выясняет, что жить в этом помещении невозможно, крыша течет, батареи не работают, унитаза нет. Ну и вообще все это не жилье, на самом деле. То есть, вот такая схема уже многократно произошла в республике Башкортостан в последние годы. И вот как-то что-то надо менять в этой самой консерватории. Потому что схема, как распределяются эти деньги, как они реализуются, как они осваиваются, почему-то нашептывает местным царькам, что можно на этом воровать. Хотя, конечно, ну красть у сирот, это уже совсем даже по библейским понятиям, совсем край абсолютной безнравственности, которую, собственно, и демонстрируют нам члены команды Хабирова. На совещании в минувший понедельник были еще доклады. В том числе был доклад Амины Шафиковой, министра культуры, о том, как она развивает культуру Башкирии, какие замечательные фестивали она тут придумала, вообще фестивали и всякие форумы. Это суть деятельности команды Хабирова. Как мы знаем, я не буду утомлять вас перечислением того, какие там случились фестивали, но мне, честно говоря, запал в душу один фестиваль, о котором говорила Амина Ивниевна. Это праздник кислого молока, который проводится теперь по задумке Министерства культуры в Чешминском районе. Но именно фестиваль кислого молока, пожалуй, может быть символом всей деятельности, вот этой бурной, шумной, многомиллиардной деятельности, которую ведут эти ребята и вся эта команда Хэ. И то, как творчески, как бурно, буйно и успешно, в кавычках, они тратят бюджет республики на вот эти фестивали кислого молока. Не знаю, где предел безумию и бессмысленности деятельности, в частности Амины Шафиковой и всех ее соратников, но вот я считаю, что символом вот этого всего безумия, фестивального безумия, можно сделать именно фестиваль кислого молока.